Более 500 больших концертов, десятки крупных туров по Беларуси, гастрольные маршруты по всему миру. Президентский оркестр удостоен звания заслуженный коллектив Республики Беларусь. Этот почетный статус присвоен артистам за достижения в музыкальном искусстве и значительный вклад в развитие национальной культуры. Официальная церемония еще впереди, но музыканту уже полны эмоций. Статусность у них была изначальной. Созданный 12 лет тому назад коллектив молодых и талантливых музыкантов с момента основания сопровождает все главные государственные церемониалы. Но деятельность оркестра не ограничивается протокольными мероприятиями. Музыканты одни из самых гастролирующих и мировые звезды становятся буквально в очередь, чтобы сыграть вместе с ними. С Мишелем Леграном они играли джаз, со Скорпионс-рок, под Бреговича освоили цыганские мотивы и аккомпанировали русским романцем Дмитрия Хворостовского. График своих визитов в Беларусь зарубежные исполнители давно согласовывают с рабочим режимом президентского оркестра, который всего лишь за какой-то десяток лет обрел репутацию профессионального и надежного партнера. Почему нас выбирают иностранные исполнители? Потому что мы стараемся играть интенсивно, чисто, музыкально. У нас высокая творческая дисциплина и сама дисциплина. Кредит доверия к молодому белорусскому коллективу выдан от Европы до Америки. Гастрольные маршруты оркестра от России до Венесуэлы, от Польши до Ближнего Востока. В гостях музыканты представляют свой национальный репертуар. И любые партитуры народов мира им тоже под силу. Безграничный диапазон жанров, стилей и озвученных музыкальных эпох. Визитная карточка президентского оркестра. Нужно быть музыкантом, который может сыграть какие-то ювелирные классические вещи, и в то же время четкие эстрадные, грувовые. На официальных мероприятиях они в черно-белом, на праздничных в серебристо-сером и синим. Строгий дресс-код под государственный протокол. Даже по цвету нотных папок читается репертуар. 15 ноября 2002 года коллектив и был создан как специальный сопроводитель официальных мероприятий. От дожинок до вручения государственных премий и аккомпанемента визитом главдержав. В папках музыкантов гимны, марши, фанфары и куполинка, которая выручает всегда. В костяке коллектива те, кто начинал его создавать с первых дней. Очень приятно было, что наши старания, нашу работу так высоко отметили. Ну и, конечно же, налагает определенные обязательства. Будем стараться радовать нашего слушателя. Огромная признательность и благодарность президенту, потому что, когда мне было 24 года, и когда я выиграл конкурс на главного дирижера, мне дали карт-бланш, то есть, пожалуйста, в мотоцик собирать коллектив. И у нас это получилось с музыкантами сегодня. На сегодняшний день мы, конечно, до сих пор очень серьезно работаем и будем работать дальше. Кстати, здесь первой скрипкой начинала Маймуна, наш делегат на Евровидении. А в предстоящем проекте к юбилею Победы на сцену вместе с композитором Валерием Головко выйдет знаменитый Тео. Наталья Борделовская, Николай Рузавин, агентство теленовостей.